А пока что повестку приходится отрабатывать православной церкви, пока не приехали угандить и спасать российскую армию с новым вооружением проблемы. Оружие-то все допотопное уже получается, новое все уничтожено, или вообще нет всех этих валеных танков армата, но здесь есть надежные, понятные способы. Вот, например, мобилизованным выдали такой специальный наборчик, попадалась тебе такая свеча, которую ты если зажжешь, молитву прочтешь, то станешь непобедимым или неуязвимым. Да, и все бы ничего там с такими безобразными ошибками, правда, это написано. Ну, как смогли. Ну, как смогли, какие дремучие люди. Но это все не пугает, не тревожит православных священников, потому что есть все эти безумцы, которые рассказывают, как вот вокруг нас только враги, но есть спасение. Давай послушаем, да? Давай. Будем молиться, все, кто может молиться, о победе над коллективным врагом, который напал на Россию со всех сторон. Это не Украина, отнюдь. Это весь сатанинский, предавший своей души сатане, Запад. Вот если мы будем молиться Богу, против этих сатанинских сил мы можем победить только молитвой. Вот же, вот же все объясним. Молиться истово, и тогда победим супостата, тогда все будет наше, потому что это же Запад продал душу сатане. Сатанинский Запад. Сатанинский Запад продал душу сатане. А ты сегодня молился? Ты спас Россию? Ну, видишь, вот, наверное, я не знаю, как это правильно, такой истинный молитв, она же только для своих, только для патриотов. Надо попросить нам прислать. Для скрепных. Но тут вот тоже любопытно, еще один батюшка отметился, Александр Абрамов, который убедительно объясняет. На фронт едут исключительно добровольно, едут по зову души, которые хотят в трудную минуту быть только с Родины. Вот давай послушаем. Подавляющее большинство людей отправляются туда добровольцами. Смотри, как хорошо человек говорит спокойным, ровным голосом, причем еще припоминает, я ведь ездил на фронт, почему там не остался, непонятно. Ему надо новую пасту туда вербовать, убеждать, а если погибнешь, как ты это будешь делать?